О буднях наших спасателей расскажет Александр Савенко. У него последняя информация от службы 101. Огненная вереница пожаров в Гомельской области. В топе трагедии двойная гибель в Жлобинском районе. Накануне в деревне Ляды погибли 90-летняя женщина и ее сын. Причина происшествия пока не ясна. Известно, что когда на место приехали спасатели, открытым пламенем уже горели и дом, и стоящий рядом сарай. Погибших оперативники МЧС нашли под завалами, обрушились крыши и перекрытия. Тела находились рядом в коридоре дома. Возможно, люди пытались выбежать на улицу. Соседи говорят, что 58-летний мужчина, сын хозяйки, иногда мог употребить спиртное, часто курил. На месте пожара было следующее обстановление. Жилой дом полностью охвачен огнем. Наибольшее интенсивное горение наблюдалось в помещении Вераны, с выходом в пламени на кровь. После ликвидации пожара при разборке строительного пожарного мусора, личным составом Жлобинского РЧС были обнаружены два тела без признаков жизни. Еще одна трагедия с похожим сценарием. В Будокошлевском районе погибли 53-летний мужчина и его 65-летняя сожительница. Проживали они у матери погибшего, нигде не работая, постояльцы умудрялись злоупотреблять спиртным. Семью в местном сельсовете характеризовали отрицательно. Видимо, пагубная привычка и стала причиной пожара. Скорее всего, загорелся дом из-за непотушенной сигареты. Часто посещал эту семью, потому как по родственным отношениям. Но эта семья, конечно, злоупотребляла спиртными напитками. За счет сожительства он с инвалидом по слуху и, значит, 20 лет. Часто курил он. Курил злостно. Этот мужчина на видео таким образом благодарит свою спасительницу. Кошка Даша уберегла от трагедии целую семью в деревне Рудня под Калинковичами. Посреди ночи Сергея разбудило чье-то прикосновение. Обычно таким образом кошка просилась на улицу. Когда он открыл глаза, то увидел искры, идущие от стены, и почувствовал запах дыма. Жена начала выносить документы, вещи, говорится, детские. Ну а я тем временем вода, которая была дома, давай заливать внутри, чтобы хотя бы не пустить огонь вовнутрь дома. Вызвали пожарных, пожарные приехали, вовремя затушили. Спасатели уверены, что если бы не такой пушистый пожарный извещатель, случилась бы беда. Непростым оказалось украшение для жительницы Гомеля. Спасателям пришлось разрезать золотое кольцо на руке 30-летней женщины. Она в декретном отпуске, и по понятным причинам у дамы отекли руки. Самостоятельно снять его не смогла ни она, ни ее муж. Освобождение произошло с помощью специальных кусачеков. Продолжение следует...